Тире двадцать первого года Ну ладно, я каждый раз теперь буду трогать Нож Урал И следующая супер новинка Уже в руках Рассказывай Значит, у этого ножа есть история И у него есть брат Тоже из серии бушкрафтеров Вот это вот Йети Вот такой у нас снежный человечек Там Форестер То есть здесь у нас больше классика То есть классический прямой клиночек И спуски от обуха Как ты любишь Значит, здесь нету чойла Как ты любишь Этот нож вообще практически Транслировался из Эстонии Из Палина Лично Архадыром На самом деле история этого ножа немножко другая Эти ножи мы разрабатывали С ребятами Это канал на Ютубе Лесные Я вообще когда-то заинтересовался этими ребятами Потому что они реально снимают очень крутые видео О природе Куда-то Ну не ревнуй ты, дорогой, блин Вот, да У тебя самый классный ножевой канал Я не спорю Как бы Я это всегда подтверждал Но Ну ладно, ладно Хорошо Да, достаточно я сказал Твоё эго Потешено Наконец-то ты сказал правду Давай про нож Скотина Я не знаю Я просто Сейчас это вот Обнаружишь его Найдёшь у себя Где-то сзади его этот нож Ладно Это потом я надеюсь вырежется Короче Команда Ребят лесные Офигенные видео О том Как работать Как вообще Как какие-то интересные фишки Делать на природе То есть То, что у нас Вот называется Популярно бушкрафт Ну на самом деле Просто лесные Классные видео Классные видео О лесе И вот с ними Мы Сконтактировались И решили сделать ножики Которые будут Удачно Работать в лесу То есть Мы сейчас говорим О двух Вариантах ножей Вот это вот Прямые спуски И второй нож Это сканди спуски То есть В ноль Почему так? Сканди спуски Это Лучшее Что может быть По дереву Но Как только мы попадаем На косточки На сучки Какие-то Да Особо твердые Там Лезвие начинает Мяться Выкрашиваться В зависимости от того Какая сталь Мы это прекрасно знаем На многих скандинавских ножах Секунду Где-то в Финляндии В лесу Хеймаразели Только что сказал Возможно А вот это Более универсальный нож То есть Это прямые спуски Довольно тонкое сведение Я забегу вперед Я хочу на этом ноже Видеть Одну из стали Пиджакей Почему? Потому что Это нож Очень резучий И Пиджакей Сталь, которая И рез дает Офигенный И хорошо держит Кромочку Соответственно Она позволит Довольно тонко Его свести И Показать В общем-то Все на что способна Вот эта форма Прямые спуски От обуха С тонким сведением Это будет Офигенный рез Причем Он не будет бояться И каких-то Больших нагрузок Чем только дерево Это будет Больше универсал Рукоять здесь Интрудеровская Узнаваемая Для многих Единственное Что она переделана То есть Эта рукоять Тоже будет облегчаться Вот здесь вот будет вырез И соответственно Две стяжки И отверстие Под темляк Значит Вот на этом ноже Я хочу Чтобы он остался Такой как есть С гардой Второй нож Который из Канди Я предполагаю Возможно Гарду оттуда убрать Пока это еще не решено Это как Рассматривается вариант Отличная идея Да, чтобы Это уже Был бушкрафтер Которым Ну, работать Удобнее В каком плане Вот там Где гарда За ней сразу У нас мертвая зона То есть Мы вот этим местом Вот этим Резать не можем А Сканди спуски И нож нацеленный На строгание Предполагает Работу И этой зоной Тоже Поэтому Я думал о том Чтобы гарду Там Секвестировать Да И соответственно Будет вот Классический Такой скандинав Оба Можно назвать Бушкрафтерами Я их называю Ножи для леса Ножи, которыми Удобно работать В лесу Которые ухватистые Которые Приятные Тоже Сделаны Не излишне Большими Я в принципе Не понимаю Что делать Большими клинками В лесу Ну Есть товарищи Которые любят Ножами рубить Я как бы Ну Вот Что ты Я не могу На камеру тебе сказать Просто что Я Вспомнил сразу Сурвивалиста Продолжай Ага Мы это вырежем Потом Мы вырежем То что я тебе Сейчас отвечу На эту тему Сурвивалист Это кусок Металла Который Невозможно Убить Вот Который Вот Ты хоть что Делай Еще не один Сурвивалист Вот Фултангов Не был убит Потому Я понимаю Сейчас мне Кто-нибудь Позвонит Скажет Вить Ну ты Сказал Невозможно Убить Но я Короче Сделал Чтобы ты Не думал Что я Не способен Но На самом деле Это нож Который Не убивайка А вот Это нож Которым Я работал В лесу С удовольствием Собственно Клинок Опять же 11,9 Миллиметров Понятно Почему 11,9 Сантиметров Значит На самом деле Больше и не надо Обух 3,2 Шикарно То есть Ну тут Как бы Ничего лишнего Это нож Который 100% Рабочий Держи Мацей Щупай Я знаю Несколько Укромных Здесь Таких Лазеек Которые Просто Ну Приезжие Этих мест Не знают Я знаю То есть Я могу Сейчас Просто Схватить Оба ножа И меня Они не смогут Догнать Потому что Я просто Сразу Куда-то Шмыгану Он говорит Это метателю Ножа Я Так Подержу На всякий Случай Рядыш Начну сразу Пока ты еще Держал этот нож В руках У меня первая мысль Была Неоднократно Я говорил Что лучший Нож Суприма Который Для меня Лично Лучший Это штурм Но штурм Это тактик Который Нормально Можно использовать В лесу Который Шикарнейше Работает По продуктам И так далее Потому что Там работают Спуски Там работает Рука Там все Работает Когда у вас Появился Пионер Я пионер Как бы Тоже Похвалил Но вот Под мою руку У пионера Ну слишком Тонкая рукоять Такая Совсем уж Такая Интеллигентская И Как-то Вот Я смотрю На этот нож И я понимаю Что Вот клинок Здесь Это более Сбалансированный Пионер Скажем так Он именно Вот Ну Это Это может Быть даже Из другой Оперы Но это То как Я вижу Ситуацию То есть Ты сейчас Начнешь Вот Совершенно Другая Идея Была Нет По факту Прямые Спуски 3.2 То есть Это вот Ну вот Так вот С крышей Чтобы все Сделать Что нужно Тебе В лесу Именно Вот Лесные Да Реально Лесной Нож И при этом Он продукты Не будет Ломать Не будет Он будет Легкий Но действительно Гораздо Прикольнее Чем Урал С точки зрения Именно Легкости Но Урал Урал Он добавляет Другого Урал Ты сразу Чувствуешься Это мощь Это мощь Это прям Вот Как мотоцикл Урал Реально Сел Здесь Это именно Мне очень понравилось Как здесь Именно Вот По сравнению С пионером Реализована Рукоять То что Ее объема Действительно Хватает И знаете Ребят Здесь особо Много Какого-то Обзора Не наведешь Потому что Это действительно Классический Очень классный Нож И если Вы сделаете Сканди Спуск и Безгардовую Версию То это будет Просто Бомба То есть У вас Вы даете Возможность Выбора Людям Спасибо Огромное За то Что здесь Нет Чуева За то Что Нож Действительно Для работы А не Для Фигурного Вырезания Причем Посмотреть Дай мне Этот нож Ну вот Ну нахрена Ну зачем Ну ладно Я не буду Сейчас Как говорится Из себя Изображать Дизайнера Ножей За упором У нас Здесь Небольшая Дулечка В общем Все Как умеет Суприм Я кстати Говоря Сейчас Когда на кухне Работаю Я пару Ножей Ваших Так Ну я Сказал Да нормально Но для меня Уже Суприм Заточка Это уже Именно Суприм Заточка То есть Парочка Пара раз Была Ну реже Но не как Вот Суприм Понимаешь Я сейчас Раз Сироп Вот Такой Вот Замечательно Еще пару Слов Добавишь Я считаю Да Надеюсь Что Ребята Завода Вот Я им Покажу Это Видео Потому что Ну тоже Не дадут Соврать Но Очень Проставляю Пистон За Заточку То есть Сейчас Вот Я В принципе Спокойно Достаю Со склада Любой нож Я Постоянно Захожу На склад Посмотреть Что пришло В новой поставке Спокойно Достаю Нож И он Бреет И Это мне Нравится Ну понятно Что Какой-то Там Один Может Быть Пропущен Но В целом Вот Мне По заточке Тоже Ситуация Уже Нравится Я хочу Сказать Про Чую Я Понимаю Что У тебя Есть Своё Личное Мнение О нем Но Если Делать Все Ножи Одинаково С Одинаковой Дулькой То Знаешь Как Мы будем Делать Все Ножи Только Для Тебя Я Понимаю Что Ты Будешь Рад Я Просто Пришел К К Выводу Вот Есть Тип Ножей Который Нравится Мне И Сейчас Вообще Перейдем Вот К Кому Кому Этот Нож Зайдет Кто Скажет Это Ребят Это Скучно Такого Много Кому Паровозный Гудок Соответственно Да Кому То Арбуз А кому Свиной Хрящик И То И Другое Имеет Право Быть Здесь Я Считаю Что Нож Выглядит Довольно Таки Гармонично И Интересно Этот Нож Вообще Вот То есть Этот Нож Который Обязательно Будет У меня И Которым Я Хочу Резать В Стале Пиджакей Вот Просто Это Будет Вау Давай Это Турист Это Такой Мельдонист Скажем так Правильно Это Действительно Мельдонист Действительно Хорошо Давай Мы Перейдем Сейчас К Еще Одному Типу Ножей Который Тоже Нож Но Чуть Позже Продолжение следует